приветствую вас дорогие мои весы с вами опять я татьяна шаманова сегодня у нас будет прогноз на август пройдемся по главным сферам вашей жизни и посмотрим что же вам нашепчет карты таро пока я перемешиваю карты друзья мои хочу вам сказать огромное огромное спасибо за ваши теплые комментарии за ваши донатики как я их называю конфетки монетки спасибо мои родные большое большое вам спасибо ну а сейчас я приступлю к тому что вы от меня и ждете то бишь к прогнозу и так что же ждет в августе начнем с настроения карта повешенной вот такое ощущение что вы хотите притормозить в каком-то вопросе или в какой-то ситуации может для того чтобы переждать и посмотреть как будет развиваться ситуация а может быть для того чтобы подумать дождаться своего рода инсайта какой-то идеи какого-то выхода из вопроса вот как то так мои хорошие и либо решить проблему с неким ступором что ли с некой задержкой и вообще почему так непонятно стала развиваться какая-то ситуация в вашей жизни то есть подвешенная ситуация в чем причина именно этим вы хотите заняться в августе по крайней мере это может главное быть ваше намерение ладно давайте посмотрим а что там будет дальше личная жизнь ну дама мечей как говорится не оставляет особого позитива от нее она всегда говорит о неком напряжении то есть в принципе если у вас есть пара то не исключены некие разбирательства что ли да выставление претензий друг другу может быть сбор какой-то информации вполне либо друзья мои ваши отношения вмешается какая-то особо ну со своими интересами может быть даже со своими правами для свободных весов ну по даме мечей как то нет у меня такого ощущения что вы будете настроены на любовь на создание нового союза и вообще может вам не до того будет возможно вы хотите отдохнуть от такой личной жизни но причины могут быть разные и так хотя знаете может быть какая-то персона вот такая категоричная она может вас соблазнять соблазнять сходить налево завести друга или подругу будет выставлять свои аргументы ну либо наоборот будет влиять на вас типа да зачем тебе это нужно это морока туда сюда и тому подобное ладно пойдем дальше работа тут там ну здесь все нормальненько рыцарь и жезлов процесс идет процесс двигается причем стремительно развиваются события как говорится успевай поворачивайся да тут могут быть и новые предложения и новые клиенты новый бизнес и может быть даже поездки связанные с работой может быть даже смена места жительства из-за работы так что тут все окей друзья мои ну и конечно же все таки рыцарь жезлов это некий персонаж и видимо у кого-то этот персонаж сыграет большую роль да повлияет на вашу профессиональную деятельность по крайней мере либо на изменение профессиональной деятельности либо на ее суть скажем так может быть будут предложения совершенно сменить точнее сменить приоритеты сменить не просто место жительства и место работы но и сменить вообще вид деятельности так что здесь огонь горит кровь плещет кровь бурлит точнее и в общем то друзья мои все на позитивчики и неважно работаете вы на данный момент не работаете но здесь намечается довольно таки сильное такое активное движение ну что ж прекрасно прекрасно теперь давайте посмотрим а что же дома вас ожидает какая погода какая атмосфера в доме ну здесь у нас друзья мои пятерка мечей да может быть может быть у некоторых из вас напряжение некие разборки вполне возможно друзья мои вполне ну карта конечно напряженной поэтому если вы не хотите чтобы это случилось ну какие-нибудь меры примите для этого не провоцируйте свою половинку или кого-то из членов семьи вот но если уж уж сильно достал или достала ну там как говорится другой вопрос может действительно есть смысл расставить все точки над и но по пятерке мечей конечно ситуация непростая и скорее всего может потребовать вмешательства но друзья мои не забывайте что это все таки общий прогноз и не факт и не факт что это дойдет действительно до каких-то конкретных действий возможно эта карта проиграется у вас внутри вашей внутренней войной скажем так может быть недовольством но как начнется там так и и затухнет но пережить возможно какие-то неприятные моменты душевные моменты или голова будет работать в этом плане очень интенсивно что делать как быть драться не драться и так далее но это может быть это может быть так что с денежками будет финансовый вопрос ну карта мир друзья мои такое ощущение что кто-то из вас перейдет на новую ступень своего финансового благополучия да кто-то начнет зарабатывать деньги через интернет ну я уже тут озвучила что возможно кто-то поменяет место жительства из-за работы поэтому да вполне возможно вот карта мир она и показывает что поступление финансов издалека или через работу по интернету ну та же самая удаленка возможно руководство вашей фирмы где вы работаете переведет вас на удаленную работу вполне возможно либо вы начнете работать как фрилансер вот пожалуйста там конечно намного шире круг клиентов и источников заработка потому что он может уже охватить не только вашу страну но и за пределами вашей страны так что да ждут изменения мои хорошие по финансовой сфере ну что ж прекрасно прекрасно чем шире возможности тем лучше тем больше финансовых поступлений а чем больше финансовых поступлений тем больше возможности себя порадовать ну так же конечно карта мир может говорить о том что вы не только будете зарабатывать но и тратить причем возможно даже траты будут тоже через интернет какие-то заказы будете делать через интернет такие пирожки ну что ж давайте посмотрим а что там сообщение ваш ближайший круг коллеги друзья подруги соседи так король пентакли ну в принципе друзья мои вот такое ощущение что общение будет больше связано с какими-то практическими делами до с практическими то есть может даже с какой-то выгодой общение именно по материальным интересам такое идет ощущение нет никаких тут эмоциональных такие знаете желание просто так поболтать нет все по делу все по делу и никак иначе но уже радует что карты не показывают каких-то разборок вот скандалов и так далее здесь все так это по деловому по деловому мои хорошие ладно теперь посмотрим что у нас сюрпризами ну троечка жезлов до сюрприз может быть и он будет касаться мои лапочки чего-то новенького может новая идея новые предложения какие-то новые горизонты возможности откроются перед вами либо вы захотите что-то сменить и сюрприз будет состоять в том что в принципе вы может это и не планировали не задумывались а ну вот возьми и нарисовалась как говорится на горизонте перед вами и хочешь не хочешь а занимайся ну для кого-то это может быть даже знаете новые контакты новые связи новые партнеры или партнерши все может быть мои хорошие так что сюрприз в изменениях в новизне что может поменяться вокруг вас обстановка может поменяться общение вокруг вас так что смотрите дальше у нас после сюрпризов идут тайны уголок тайн ну шестерка мечей интересные тайны но тайны точно будут мои хорошие и тайны связаны скорее всего либо с полученной какой-то информации то есть вам что-то скажут напишут или может быть что-то услышите вот или поймете проанализировав какие-то данные какие-то события ситуации может быть тайна связана с каким-то переездом поездка какой-то вот или приездом кого-то вообще конечно шестерка мечей она всегда намекает именно на перемены переход из зоны дискомфорта в зону комфорта то есть как бы поиск новых благополучных берегов поиск более благоприятной среды и для проживания и для заработка но почему это тайна найти может быть вы просто будете тайно думать об этом собирать информацию исследовать этот вопрос может переписываться на эту тему будете с кем-то то есть будете тайно делать разведку либо кто-то в вашем окружении будет заниматься подобными вопросами так что смотрите да может кто-то хоть хочет с вами расстаться но пока это держит в секрете не доводит до вас возможно какие-то звоночки доходят до вас или дойдут до вас и вы заинтересуетесь этим вопросом не исключено не исключено ну и совет совет второго правосудия хороший совет что уж там говорить но в первую очередь он говорит что постарайтесь сбалансировать свою жизнь по вашим правилам вот так я бы даже сказала по вашим интересам чтобы вам это было не просто удобно но и вы считаете такой образ жизни или такой стиль поведения или такие отношения наиболее справедливыми и в отношении вас и вообще справедливым ну для кого-то может быть и это намек обратить внимание на юридическую составляющей какого какой-то ситуации или как может быть какого-то документа да может обратить внимание на какое-то соглашение договор особенно если у вас будут такие моменты при трудоустройстве на работу или при оформлении своего бизнеса или при какой-то сделке то есть нужно быть очень очень внимательным держать глаза открытыми и ну и уши тоже все таки старший аркан видимо могут быть такие моменты когда не стоит доверяться слишком кому-то а наоборот нужно все проверять все изгучать досконально чтобы не ошибиться и не жалеть потом вот как-то так мои хорошие так что будьте внимательны ну а я на этом закругляюсь мне остается пожелать вам конечно же обязательно здоровья удачи любви взаимопонимания ну а самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем ю тубе на моем телеграме вконтакте и дзене мы вижу обязательно что и а и и Продолжение следует...